Срочники в России, возможно, снова станут служить два года. Вернуться к былой практике предложил Совет Федерации. Объяснение простое. Призывникам нужно больше времени, чтобы научиться обращаться со сложной военной техникой. Второй аргумент – численность армии возрастет. После анонса поговорим на эту и другие темы. В студии для вас работает Кристина Добровольская. Здравствуйте. Помогают с самого начала СВО. На первом заседании регионального оперштаба губернатор рассказал, как поддерживают амурчан. 480 миллионов на авангард. Строящийся центр военно-патриотического воспитания посетил полпредпрезидента Юрий Труднев. Пощупали специальность. Школьникам устроили пробы будущих профессий. Им на площадках выбирали между кирпичом и кружевом. Мобилизованным амурчанам передали 1200 комплектов экипировки. Термобелье, рации, тактические перчатки, фонари закупают по заявкам Минобороны. Собранные средства оснащения и необходимые товары для мобилизованных Василий Орлов передал в ДВОКУ, где сейчас призванные в рамках частичной мобилизации амурчане проходят учебную подготовку. Глава региона отметил, материальное оснащение для бойцов приобретают и передают в войска с начала специальной военной операции, не афишируя эту помощь. Закупают не только экипировку, но и квадрокоптеры, тепловизоры, спальные мешки. Помогают и амурские предприниматели, общественники, неравнодушные жители области. Получат мобилизованные амурчане по 150 тысяч рублей. Ввести единовременную выплату поручил Василий Орлов. В Амурской области, как вы знаете, реализуется комплекс мер, направленных на поддержку семей мобилизованных граждан. Мы пообсуждали с коллегами, посмотрели практику других субъектов, приняли решение о введении региональной выплаты в размере 150 тысяч рублей каждому мобилизованному. Поэтому поручаю правительству Амурской области в кратчайший срок разработать порядок выплаты данных средств и осуществить эти выплаты. Решение о выплате озвучили на первом заседании регионального оперативного штаба. Его создали по указу президента. В состав вошли представители 35-й армии, ДВОКУ, руководители территориальных ФСБ, МВД, МЧС, Росгвардии, Роспотребнадзора, главный федеральный инспектор Преамурия, председатель Заксобрания области, представители РЖД, Влаговещенской ТЭЦ, Ростелекома и других важных предприятий. Заседания будут проводить еженедельно. Центр, где в Преамурии будут воспитывать патриотов, сегодня посетил полпредпрезидентов ДФО. Юрий Трутнев прибыл в область с рабочим визитом и сразу отправился в авангард. Его возводят на месте бывшего танкового училища в Маховой Паде. Сейчас на объекте заканчивается строительство плоскостных сооружений. Кристина Слепцова продолжит тему. Возможности и мастерство строители демонстрируют ради юных амурчан-патриотов. Именно для них в Маховой Паде возводят масштабный центр «Авангард». Только на первый этап строительства ушло больше 480 миллионов рублей запластной казны. На эти средства создают КПП, площадки для единоборств, воркаута, хоккея, мини-футбола, настольного тенниса, волейбола, баскетбола, стритбола, строевой пласт с трибуной, полосы препятствий и тактические поля. Последние предназначены не только для стрельбы. Также учат юноши передвигаться по тактическому полю, вместе с оружием, без оружия, и с применением, допустим, лазер-так. Это все предусматривается. Есть также нормы передвижения по тактическому полю двойками, тройками, отделениями. Это все предусмотрено согласно нормативу по тактической подготовке. Второй этап строительства, как рассказали полпреду президента Юрию Трудневу, включает возведение двух жилых модулей для курсантов. Пищеблок, учебный корпус, прачечную, культурно-досуговый центр и общее благоустройство. Второй этап заканчивается в проектировании в декабре. Есть поручение президента о поддержке со стороны Министерства посещения Российской Федерации. Пока у нас финансирование не подтверждено. Понятно, там непростая ситуация с бюджетом. Но рассчитываем, что все-таки разобьем на несколько подэтапов, следующий этап, и начнем строить следующий год. Спасибо. Спасибо. Успех. Занятия в авангарде с амурскими школьниками начнутся, как только закончится возведение плоскостных сооружений. Это первый этап строительства. В первую очередь, отмечают власти, данный центр призван, чтобы не только полноценно выполнять образовательную программу по курсу ОБЖ, но и знакомить учеников с военными уставами, особенностями службы в армии и развивать их физподготовку. Причем не только мальчиков, но и девочек. В качестве и медицинской службы, и связисты, и переводчики. То есть, в принципе, военных специальностей много. Но в школе мы знакомим с основными требованиями устава. И что самое главное, мы должны донести ребятам, это конституционная обязанность и почетное право охранять свое государство. Когда все работы, два этапа полностью завершатся, «Авангард» сможет работать круглый год и за 12 месяцев принимать до 4000 школьников. Вообще же, центр станет одним из звеньев в системе военно-патриотического воспитания в регионе. Кристина Слепцова, Максим Яценко. Программа «Город». На несколько часов проезд по Пионерской, Тамурской до Горького ограничили спецслужбы в пятницу утром. Возле здания Благовещенского городского суда работали пожарные, полицейские, кинологи. Причина в поступившем около 8.30 утра – сообщение о минировании автомобиля. Якобы опасная машина находится возле здания городского суда на Пионерской. Оперативные службы отработали на месте, которое указали в сообщении. Почти две сотни сертификатов о вакцинации от коронавируса подделали благовещенские медики. За это врачей отправили под суд. Женщина-терапевт второй городской поликлиники выписывала липовые сертификаты практически полгода. Привлекла к незаконному заработку еще двух коллег. Всего соучастники изготовили больше 180 подделок. Полученные за работу деньги распределяли между собой. После раскрытия схемы горе врачей приговорили к ограничению свободы. Инициатору преступления четыре месяца, остальным по три. В суде отметили, приговор смягчили из-за того, что у мошенниц есть несовершеннолетние дети. Они пришли с повинной и активно помогали следствию. Водопад появится в центре Благовещенска. Его и цветник разобьют около торговой площадки на Пионерской Амурской. Райский уголок создает владелец киосков быстрого питания. Ранее бизнесмен сменил лицо ларьков стритфуда. Привел их к единому стилю. На элегантный графитовый цвет фасада нанесли деревянные ламели. Вокруг киосков заменили тротуарную плитку. Предприниматель продолжит реконструкцию. Разместит в районе стоянки небольшой цветник. Постелит искусственный газон и украсит территорию водопадом. Вообще, внешний вид киосков в Благовещенске меняется благодаря взаимодействию бизнес-сообщества и муниципалитета. Несколько предпринимателей уже воспользовались субсидией и преобразили 71 точку. Еще на 20 идут работы. Профессиональные пробы, но не в кино. И кастинг устроили не людям, а специальностям. В роли механика, маляра, укладчика кирпичей вживались амурские школьники. Занятия для них провели в рамках проекта «Билет в будущее». Какую профессию востребованы, считают сами ученики и зачем нужны такие занятия, узнала наша съемочная группа. Имеется флажок для изменения вращения. Откручиваем или закручиваем. И уже гораздо легче. Не только легче, но и быстрее. Из чего состоит двигатель авто и как его разобрать, познавали ученики 14-й школы. Костя Каунинко с будущей профессией еще не определился, поэтому пробует себя в разных сферах. Сегодня автомеханика. В корпусе по соседству рассказывают о красоте, которая в простоте. Здесь школьникам показывали, как создавать декоративный орнамент на планшетах с помощью инструментов и кружевной ткани. Фантазию участников проб никто не ограничивал. Выполнили имитацию текстуры дерева при помощи инструмента, который называется «Гоазет». Также они работают с многоразовым трафаретом, выполняют декоративным материалом, декоративные элементы на поверхности стены. Декорируют стены, учатся кирпичной кладке, пробуют себя в автомеханике и других сферах школьники со всего Преамурия. В колледже транспорта и дорожного хозяйства за время проекта побывали больше 150 будущих профессионалов. Проходят мероприятия в рамках проекта «Билет. Будущее». На нашей базе в настоящее время работают пять площадок. Это кирпичная кладка, сантехника отопления, обслуживание легковых автомобилей, тяжелая техника и малярные работы. «Билет. Будущее» школьникам региона дают в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка». Наспроект образования. Это шанс пощупать специальность. Идти по рефрентационной встрече с юными амурчанами будет до конца осени. И они востребованы. На 11 представленных площадках зарегистрировалось больше 10 тысяч учеников в школ Преамурия. Сергей Варавко, Виталий Антонюк. Программа «Город». Пока школьники осваивают новые профессии, студенты раскрывают свои таланты на сцене. Девушка-аккордеонистка, танцовщики, вокалисты. Всего два десятка первокурсников колледжа искусства и культуры пытались поразить зрителей и профессиональные жюри номерами. Наш корреспондент узнал, как участники фестиваля к нему готовились и кто превзошел соперников. Играют не по-детски. Звук гитарных струн, голоса, танцы. Своими творческими способностями хвастались первокурсники колледжа культуры и искусств. Николь Гасанова всю свою жизнь занимается танцами, перепробовала много разных жанров. Во время подготовки к этому выступлению жертвовала сном. И не зря. Очень много репетиций. Сначала репетиции у одних девочек, потом у других, а потом еще и свой номер. Из-за своего косяка я не ожидала. Я была готова услышать любую фамилию, радоваться за девочек, но свою не ожидала. Я очень была рада. От заряда выступающих зрители не смогли сидеть на месте. Как отмечают старшекурсники, в таком масштабе фестиваль прошел впервые. Здесь они себя показывают первый раз, раскрываются. Кто-то, возможно, первый раз вообще на сцену вышел, показал себя публике, попробовал сцену, ну, пощупал ее изнутри. И получили море незабываемых эмоций. И первокурсники будут полнить это мероприятие с первого по четвертый курс. Неважно, занял место, то не занял. В номинации вокал в фестивале первокурсников мы творчеством наполним мир вокруг. Степанек Нинашев! Победители определили по четырем номинациям. Вокал, хореографическое творчество, инструментальное исполнительство и художественное слово. Ну, цель, наверное, как учреждение культуры у нас одна – развивать творчество. Чтобы те таланты, которые здесь в колледж приходят учиться, я имею в виду наших первокурсников, они действительно стали продолжением нашей русской культуры, нашего русского и музыкального, и хореографического, исполнительского мастерства. Поэтому талантливые ребята сегодня на сцене, а завтра они на площадках города Благовещенск. Екатерина Борисова, Сергей Варавко, Виталий Антонюк. Программа «Город». Не так масштабно, но не менее весело предлагаем провести Благовещенцам выходные. Прокатиться на Кольце времени, создать синий белок в пробирке или помочь снежному барсу – выбор за вами. Что где и во сколько – расскажем в анонсе. Отправиться в прошлое на автобусе предлагают Благовещенцам в субботу. Всех желающих прокатят по старейшему городскому маршруту Кольцо. И расскажут об исторических зданиях и предприятиях областного центра. Начало экскурсии в полдень от остановки Драмтеатр. В 12.30 юные горожане смогут поэкспериментировать с пробирками. Создать синий белок предлагают в Доме культуры плодопитомника. Обещают показать самые яркие опыты в области химии. Там же с часу дня стартует эстафета ко дню отца. Маленькие гости вместе с папами посоревнуются в ловкости и меткости. В 15.00 в библиотеке Белогория соберутся на вечер встречу, чтобы поговорить о духовности и нравственности. Также желающим расскажут об истории амурских храмов. На час позже в читальне села Садовое воспитанников детского дома познакомят с культурой северных народов. Гости смастерят сувенир Бубин и Венков. Утро воскресенья начнется со спорта. В Центре боевых искусств пройдет первенство Благовещенска и чемпионат Пашинки Окушинкай. Начало в 9.00. В полдень чеховки предлагают посмотреть на бои начинающих шахматистов. На час позже в библиотеке Машука детское внимание привлекут краснокнижному животному – снежному барсу. Юные благовещенцы нарисуют плакаты с призывами защищать и оберегать редкую кошку. О другом представителе фауны кролики поговорят в читальный диалог. Сделать 3D ушастого из картона можно в 15.00. Благовещенцы могут помочь мобилизованным амурчанам через QR-код. Благотворительный счет «Все для победы» открыл Народный фронт. Всероссийский проект изначально создали для помощи бойцам Донбасса. За 4 месяца в нем поучаствовали сотни неравнодушных жителей Преамурья. Сейчас с помощью него поддерживают мобилизованных земляков. Многие амурчане желают помочь, но им проще перевезти финансовые средства. Это еще и удобно для того, чтобы закупить какие-то расходники, которые элементарно нет в магазинах и нужно заказывать их в других регионах. Также кому удобно, могут по-прежнему приносить к нам в исполком Народного фронта коммунитарную помощь. Для тех, кто хочет помочь, публикуем QR-код на tv-город.рф. И напоследок хорошая новость для рулевых. На пересечении Институтской-Кантемирова закончился ремонт водовода. В выходные там ляжет новый асфальт. Подрядчик готовит под него основание. Поэтому перекресток пока остается закрытым. Ориентировочно до 24 октября. На этом у меня все. Делитесь своими историями по номеру 524202. А я, Кристина Добровольская, жду следующей встречи в эфире. Всего доброго и хороших выходных! Субтитры подогнал «Симон»!